В Петербурге мигрант-таксист из Узбекистана изнасиловал пассажирку. Он завез свою жертву на пустырь и там над ней надругался. После задержания выяснилось, что насильник родом из Узбекистана. На допросе свой поступок он мотивировал тем, что его очень секи сохотелось. После этого он потребовал предоставить ему адвоката и звонок в диаспоре. Очевидно верит, что его отмажут. В очередной раз обновляем счетчик ней без мигрантских изнасилований. Но следующая история менее однозначная. В Туле задержали Узбека, торговавшего своим телом. За какие-то 4000 рублей он был готов буквально на все. Альбек рекламировал свои услуги в сети и там же занимался пропагандой запрещенной в России организации с цветным флагом, за что его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сейчас он в центре временного содержания иностранцев ожидает депортации на родину, где замужеложство дают три года тюрьмы. Российские полицейские уже оповестили своих узбекских коллег. И очевидно, Альбека встретят в аэропорту Ташкента. Возможно, Альбека нужно было познакомить с тем таксистом, и тогда у обеих историй был бы счастливый конец. Каждый день мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Если вы считаете, что мы занимаемся правильным делом, поддержите нас на Бусти. Ссылка на Бусти в описании канала. Субтитры сделал DimaTorzok